привет мои дорогие садоводы огородники и фермеры я очень хочу вам помочь сегодняшняя тема лук и если вы очень хотите еще раз увидеть наше все что мы снимаем для вас есть канал мой он называется голова садовая тетя таня и там вы можете сто раз посмотреть в очень хорошем качестве и мы начинаем тему лука почему опять сейчас поймете знаете столько сил вложено столько труда тот кто слушал мои советы все очень рады потому что и наши солевые поливки и особенно порошок стиральный сделали свое дело лук замечательно выглядит он уже ложится обратите внимание видите вот не весь конечно но он ложится вот лук ложится это говорит о том что все он практически вырос сейчас начнется вызревание который еще не ложится можно сделать вот так слегка ему помочь то есть подломив вот это место шейки это шейка лука вот так вот так вот так вот так да понятно можно ногой можно рукой у кого как получится кому как больше нравится вот примерно так должен быть подломлен лук но вы задаете странные вопросы звонит одна дама и говорит вы знаете я после этой вот лечебной процедуры стиральным порошком у меня лук выше колена такая зелень и я вот знаете на рынке у одного мужика спросила а вот вы откуда перо продаете да он торговал луком перо лука он будет так а тот который я посадил она меня спрашивает а если я обрежу все перо значит и продам это будет хорошо ягу что продадите будет хорошо а то что у вас луковицы не будет это будет плохо а как так его вот так запомните если вы посадили лук чтобы выросла вот такая головка значит перо не снимаем ни одно ни два как только вы сорвете одно перышко лук выпустит следующее ему совершенно определенное количество нужно перьев для того чтобы начать плодоношение плодоношение у него ложный корень так называемая луковица и вот смотрите вот я вырываю этот лук обратите внимание видите какие у него корни вот это называется вот это называется рыжая это свободная рубашка одна рубашка вторая рубашка а там уже вот третья рубашка кстати по количеству рубашек можно определить какая будет зима холодной или не очень достаточно мало рубашек ну или кроющие чешуи по-другому значит то что нужно сделать для того чтобы ваш лук все-таки чувствовался хорошо во-первых укрыть его от дождей ему дождей не надо поливать его уже не надо пожалуйста услышите меня середина августа и мы все это уже убираем и надо чтоб шейка стала тонкой если вдруг у вас не получается укрыть лук но так чтобы все как бы проветривалась снизу и сбоку ну сделайте такой вариант вот выдернули лук да вот это конечно жалко ну обрезать перо оторвать его можно конечно но пока он будет висеть с пером и сушиться или просто как-то там полу лежать полу висеть все будет уходить сюда в луковицу идет вызревание но чтобы лук был все-таки здоров а вы его вырвали когда он был мокрый когда шел дождь и вы видите что начинает что-то подгнивать снимаем рубашки внимание смотрите как сделать правильно вот когда он высохнет слегка от воды снимаем рубашки это естественно обрежем вот так оставим чуть-чуть вот сантиметрик всего этих корневых остатков и вот в таком состоянии нужно положить лук на то место где будет проветриваться и будет слегка прохладно появится вот эта белая чешуя превратится в одну рубашку рыжую золотистую и здесь нет никаких болезней и никаких вредителей видите и ваш лук совершенно спокойно отлежит всю зиму я надеюсь что я не бестолково объясняю если что-то непонятно звоните и спрашивайте значит перо конечно великолепное но у нас еще две недели и это перо оно естественно завянет оно естественно высохнет и все питательные вещества отсюда придут сюда не надо плакать по перу ай какое хорошее перо я бы его продала да нет девочки все в природе устроено несколько иначе значит вы поняли да снять очистить вот когда он подвянет слегка тогда очистить до даже первую белую рубашку можно взять а если здесь будет точки это признак того что есть луковая муха либо это скрыт на хоботник и он пытается залезть в луковицу снимайте две белых рубашки то есть почистите до чистой посушили лук в порядке а теперь покажу как его надо укрыть значит у меня есть вот такие зажимы посмотрите они рассчитаны на толщину именно вот такой дуги и смотрите что я делаю чтобы дождь больше не поливал это уже перебор сколько дождя на лук все просто вот проще не бывает даже здесь два таких куска будет полиэтилена вполне достаточно чтобы закрыть всю грядку все вот эти края должны как бы быть зонтиком да а вот чтобы никого никуда не унесло и ветер все это дело не снес берем эти зажимы вот правда у какой-то гениальный товарищ вот это придумал ну вот товарищ гениальный почему он не придумал на толстой дуге у меня вот прям всегда вопросы к этим производителям гениального посмотрите видите как хорошо и здесь тоже держит очень крепко просто потрясающе крепко и так далее можно через одну ветер не снесет и ничего не сорвет уже перепробован на 100 рядов но закрыть обязательно иначе лук сгниет еще и на корню не успев созреть сейчас никаких подкормок вообще никаких и никакой воды услышьте меня пожалуйста мои дорогие сибиряки и все остальные россияне которые выращивают себе еду доброкачественную на зиму и экологически чистую ну вот когда будет идти дождь то вода будет вся скатываться на межу какое-то определенное количество воды необходимое луку все это будет подсасываться с межи на ряды лука это нормально я надеюсь что вы все поняли что я рассказывала но если не поняли повторим еще раз